Hi, my friends! We continue our playlist. Я поздравляю вас с окончанием контрольной работы по всему курсу, что было до этого. Обязательно делитесь вашими результатами, я думаю, всем это интересно. Какие у вас были впечатления в начале и в конце, когда вы все проработали и прошли. Мы с вами двигаемся далее. Казалось бы, такая простая тема, как present simple, мы с вами разбираем случай с глаголом to be. Но, как вы понимаете, здесь везде есть подводные камни и тонкости. Итак, наверное, хотим сказать «Я уверен». Вот как вы скажете «Я уверен»? I'm sure. Но вы должны понимать, что есть также и второй вариант. I'm certain. То есть мы встречаем I'm sure и I'm certain. Это тоже «Я уверен», просто I'm sure чаще. И вот такая полезная фраза «Я совершенно уверен». Также можно сказать, в принципе, I'm absolutely certain. Это тоже допустимо, но обычно мы говорим просто sure, используем. Тем не менее, имейте в виду, что такое слово есть. Уверенный. Уверенный. Видите, отсюда слово «certainly». Конечно. Certainly. Значит, «Я совершенно уверен, что это правильный метод». Или, например, «Я совершенно уверен, что я на правильном пути». Я совершенно уверен. Ну, чтобы не повторяться, вы можете «certainly» сказать. «I'm absolutely certain», что «that» – «я на правильном пути». «I'm on the right way». «I'm on the right way». Или также еще допустимо «I'm on the right track». Тоже путь. «I'm on the right track». Это просто такое выражение «on the right track». «To be on the right track» – «быть на правильном пути». Поэтому имейте в виду, обогащайте вашу речь. То есть, конечно, можно просто говорить «I'm sure», но можно использовать и более сложные вещи, такие как «ведь I'm absolutely sure», «I'm absolutely certain». Далее. Значит, сами по-другому скажем. «Я чувствую уверенность». Видите, когда вы говорите «I'm sure», значит «я уверен», видите, о чем-то, о каком-то конкретном, о чем-то конкретном. Если просто вы уверены, у вас чувство уверенности, вы можете сказать «I'm confident», «я уверен». «I'm confident», то есть «я уверен». Например, вам нужно сделать какое-то выступление, значит, публично, и можете сказать «I'm confident», «я уверен». То есть, у меня есть уверенность. «I feel confidence», «I'm confident». «I'm confident». Значит, «я готов», значит, «говорить публично». Давайте с вами это перейдем. «Я готов», «I am ready», «говорить публично». Вот «говорить публично» – это фраза «to speak in public». Видите, «I'm confident», «I'm ready to speak in public». «Я готов выступать публично». Видите, или «говорить публично», «to speak in public». «Public» – это, видите, «публика», а здесь получается «to speak in public», такое выражение. «Говорить публично». Имейте в виду, видите, «I feel confidence», то есть, вы можете сказать, что вот у вас получается «I see my progress», «and I feel confidence», «я чувствую уверенность». Или просто «I'm confident», то есть, соответственно, «я уверен», «я уверен в своих знаниях». «I'm confident», «I'm ready to speak in public». «I'm sure», вы используете просто, когда вы в чем-то уверены, говорите просто о какой-то вещи. Если в целом, как чувство такое более глобальное, то «confidence», «confidence», «I'm confident». «Можете сказать, я все более и более уверен». Вот и делайте эти упражнения из этого полиста, из других полистов. Можете сказать, я все более и более уверен. «I'm more and more confident». «I'm more and more confident». Или вы можете сказать «я становлюсь все более и более уверенным». «Я становлюсь». «I'm getting more and more уверенным». «Confident». Мы с вами проходили, что вообще «more and more» – это временной указатель именно «continuous». Здесь видите ограничение «to be», а так, конечно, мы используем «continuous». Поэтому по умолчанию вспоминайте материал из зеленого полиста. «I'm getting more and more confident». Например, «я становлюсь все более и более знающим». «I'm getting more and more знающим». Вспоминаем слово «knowledgeable». «Я становлюсь все более опытным». «Experienced». «I'm getting more and more confident, knowledgeable and experienced». Но можно еще добавить «благодаря такой интенсивной тренировке». Вы скажете «благодаря такой интенсивной тренировке». «Благодаря...» Это будет «thanks to...» «такой интенсивной тренировке». «Such an intensive training». Еще раз. «I'm getting more and more confident, knowledgeable and experienced thanks to such an intensive training». Итак, повторим. «Present symbol to be...» «I'm sure...» «I'm certain...» «Certainly...» «I'm absolutely sure that it's the right method». «I'm absolutely certain that I'm on the right way...» «on the right track». «I feel confidence». «I feel confidence». «I'm confident». «I'm confident». «I'm ready to speak in public». «I'm more and more confident». «I'm getting more and more confident, knowledgeable and experienced thanks to such an intensive training». Значит, давайте с вами еще кое-что разберем. В частности, перейдем в следующее предложение. «Мы устали...» «В настоящее время...» «We are tight...» «Мы чувствуем себя уставшими...» «We feel tight...» «Все видите, нужно смотреть, когда to be...» «Когда не to be есть глаголы feel tight...» «Или, например...» «Я вижу, ты истощен...» «Я вижу, ты истощен...» «I see you are exhausted...» «Я вижу, ты чувствуешь себя истощенным...» «I see you feel exhausted...» То есть, «exhausted» означает другими словами «very tight...» «I see you feel very tight...» «I see you feel exhausted...» «Он зол...» «He is angry...» «Он рассержен...» «Он чувствует себя злым...» «Он чувствует себя рассерженным...» «He feels angry...» «Он такой строгий учитель...» «He is such...» «Строгий» — это будет «strict...» «Поэтому скажем...» «Он такой строгий учитель...» «He is such a strict teacher...» «He is such a strict teacher...» «Наши учителя...» «Не строгие...» «Наши учителя...» «Аутичес...» «Не строгие...» «Арнт strict...» «Или не такие строгие...» «Арнт so strict...» «Видите, здесь нет местоимения...» «Также с морем...» «Что-то подразумевается...» «Видите, аутичес означает «they...» «Поэтому aren't...» «Аутичес...» «Арнт so strict...» «Этот вывод...» «Достаточно...» «Этот вывод довольно логичный...» «Этот вывод...» «This conclusion...» «Довольно логичный...» «Is quite logical...» «This conclusion is quite logical...» «Этот вывод...» «Кажется довольно логичным...» «Этот вывод...» «This conclusion...» Кажется, seems довольно логичным, quite logical. This conclusion seems quite logical. Опять же, думаем, где есть to be, где нет. Так, we are tight. We feel tight. I see you are exhausted. I see you feel exhausted. He is angry. He feels angry. He is such a strict teacher. Our teachers aren't so strict. This conclusion is quite logical. This conclusion seems quite logical. Далее. Они виновны. They are guilty. Они чувствуют себя виновными. They feel guilty. Это такой высокий уровень. It's such a high level. Он высокий мальчик. He is a tall boy. Мы сами знаем, что когда мы говорим о росте, высокий, о людях, то мы используем именно tall. Тоже часто ошибка. He is a tall boy. Она высокая девочка. She is a tall girl. А так обычно используем high. Например. Это здание довольно высокое. Это такое высокое здание. It's such a high building. It's such a high building. Горы такие, высокие. А как будут горы? Ведь это mountains. Такие высокие. А so high. Но подумаем, мы можем так сказать или нет. Если мы говорим mountains are so high, это значит вообще, то есть все горы, какие есть, высокие. Но это неверно, потому что есть горы, и невысокие. Поэтому речь идет о каких-то конкретных горах. Поэтому the mountains are so high. Он нервозный. He is nervous. He is nervous. Он чувствует себя нервозно. He feels nervous. He feels nervous. Она одинокая. She is lonely. Или она такая одинокая. She is so lonely. Это lonely часто в песнях встречается. She is so lonely. Она чувствует себя такой одинокой. She feels so lonely. She feels so lonely. И это вполне реалистично. It's quite realistic. It's quite realistic. Это выглядит вполне реалистично. It looks quite realistic. It looks quite realistic. They are guilty. They feel guilty. It's such a high level. He is a tall boy. She is a tall girl. This building is quite high. It's such a high building. The mountains are so high. He is nervous. He feels nervous. She is so lonely. She feels so lonely. It's quite realistic. It looks quite realistic. Далее скажем. Это ужасно. По умолчанию используем это слово. Также еще иногда употребляется другое слово. Ужасно. Awful. Но используется реже. Awful. Обычный terrible. Поэтому мы его используем. It's terrible. Это звучит ужасно. Это приятное чувство. It's a pleasant feeling. Pleasant feeling. Видите, отсюда слово pleasure. It's a pleasant feeling. Это такое приятное чувство. It's such a pleasant feeling. И можно продолжить. Помогать другим людям. To help other people. It's such a pleasant feeling. To help other people. Это человек неприятный. This person is unpleasant. Это формальный ответ. It's a formal answer. Это неформальный ответ. Неформальный в одно слово. It's an informal answer. Или просто. It isn't a formal answer. Далее немножко посложнее, как вы любите. Это маловероятно. Как будет маловероятно? Вот есть like. Вы знаете, like есть несколько значений. Нравится. Как? А есть такое слово unlikely. Приведется маловероятно. It's unlikely. Маловероятно, что это произойдет. It's unlikely to happen. Маловероятно, что он сделает это. Видите, в чем суть этой конструкции. Что вначале, видите, кому это относится. Потом unlikely to и глагол. Например, маловероятно, что она заметит это. Маловероятно. Маловероятно, что они выиграют. They're unlikely to win. They're unlikely to win. It's terrible. It's awful. It sounds terrible. It's a pleasant feeling. It's such a pleasant feeling to help other people. This person is unpleasant. It's a formal answer. It's an informal answer. It isn't a formal answer. It's unlikely. It's unlikely to happen. He's unlikely to do it. She's unlikely to notice it. They're unlikely to win. My friends, thank you. We continue our playlist.